Позиция нашего подзащитного, собственно, наша и многих общественных, в том числе деятелей, которых мы тоже привлекали для какой-то экспертной оценки, вот, сложившихся обстоятельств, она складывается таким образом, что вот это вот уголовное дело, которое находится в первом отделе по расследованию особо важных дел Следственного комитета по городу Новосибирску, Новосибирской области, знаете, ну, слеплено. Я напомню, события августа 2020 года происходили таким образом, что сотрудниками Главного управления внутренних дел по городу Новосибирску силовой штурм был осуществлен данного реабилитационного центра, где находились более 40 лиц, которым необходима была психологическая помощь, которые добровольно там находились с целью излечения и реабилитации от наркотической, алкогольной, либо игровой зависимости. Чтобы укрепить свою позицию, которую мы считаем была не очень того же сильная, были, мы сейчас не будем давать правовую оценку, но были, значит, добыты признательные показания некоторых лиц, которые тоже, ну, так скажем, в аппарате управления находились, которые были так называемыми сотрудниками этого реабилитационного центра, то есть произвели феерическое задержание, торжественно освободили якобы незаконно удержанных граждан там, которые страдали наркотической зависимостью, а по итогу произошло, что половина из этих якобы потерпевших написали заявление о том, что правоохранителями оказывалось на них огромное давление, заставили подписать какие-то непонятные документы, а это заявление, явки там с повинной там и так далее. Один из тех, кого здесь якобы удерживали силой, вернулся сюда по собственной воле, и сейчас он расскажет нам, что происходило в участке, как происходила дача показаний. Да, вот, получается, приехали сотрудники, нас всех разделили по группам, кто здесь добровольно, кто здесь нет, после этого увезли в отдел, и там уже сотрудник говорил, что либо вы пишете заявление, либо вы едете назад. На тот момент я не хотел назад ехать, я хотел употреблять больше, чем куда-то ехать назад, возвращаться. Написал это заявление быстро, даже его не прочитал, подписал и уехал. То есть вы утверждаете, что те люди, которые подавали заявление, они оговорили директора центра и двух ребят, которых тут задержали, правильно? Да, все верно. Несколько дней назад я написал жалобу в Следственный комитет на действия сотрудников и попросил в нем отозвать свое заявление. То есть вы отказались от своих предыдущих показаний? Что мы по итогу имеем? Через неделю один из якобы потерпевших умирает от передозировки. Через некоторое время за пределами Новосибирской области 19-летний гражданин совершает убийство своей подружки в состоянии страшнейшей ломки. Он солевой наркоман. Дальше, значит, что у нас произошло? Еще один из одних якобы потерпевших уезжает за пределы Российской Федерации, потому что, по его словам, на него оказывали уже и после освобождения колоссальное давление правоохранители. Пытались вытянуть из него какие-то признательные показания в отношении сотрудников реабилитационного центра. И он принял решение покинуть пределы Российской Федерации. Написал жалобы в Следственные комитеты, в ГУВД. Вот такие печальные последствия мы имеем. То есть, насколько это победа наших правоохранителей, или это просто какое-то безумство. И еще хотелось бы обратить внимание, почему я акцентировал такой момент, что здесь категория публичного обвинения. На территории города Новосибирска и Новосибирской области у нас находится ориентировочно 220 подобных учреждений. Соответственно, если категория обвинения публичного, то сейчас как минимум в 220 подобных учреждениях происходят незаконные действия. Незаконно удерживают, значит, лиц. То есть, мы полагаем, если мы сейчас будем придерживаться версии следствия, соответственно, почему правоохранительные органы не действуют. Значит, идет речь о преступной халатности или бездействии правоохранительных органов. Некоторые из реабилитантов данного реабилитационного центра, которые там находились, значит, уже были лицами привлеченными, привлекаемыми к уголовной ответственности. Некоторые находились на условном сроке, либо на условно-досрочном освобождении. Соответственно, они подлежали контролю со стороны правоохранительных органов. Так вот, сотрудники уголовно-исполнительной инспекции, в том числе и участковые, по Зальцовскому району, по несколько раз в неделю приезжали в этот реабилитационный центр. Так значит, они соучастники? Или они осуществляют преступную халатность? Или все-таки похищения не было? Вот таким вопросом мы задаемся и будем отстаивать эту позицию в суде. Субтитры создавал DimaTorzok